Кстати, ребята, а попробуйте угадать, какого динозавра из слайма делает Руслан. Динозаврик, ты что там со слаймом делаешь? Ты зачем сколько слайма тут сюда на столе налил? Руслан, да я хотел сделать друга динозавра тоже из слайма, но у меня ничего не получается. Динозавра из слайма? Вот я смешала. Разве возможно динозавра из слайма сделать? Да конечно возможно, ты же скрипышей из слайма делал, а почему динозавра нельзя бы сделать? Хм, точно. Я же скрипышей из слайма сделал, ну давай и динозавра из слайма сделаем, хорошая идея, давай. Только честно говоря, слайма у меня не так много, я половину уже потратил и испортил, ну вот как-то так, то что есть. Ну ладно, будем делать из того слайма, который есть. Поехали. Конечно, скрипышей из слайма очень просто делать будет, но что с динозавром я вот уже не знаю, может тоже легко будет, но пока вроде бы получается. Кстати, ребята, а попробуйте угадать, какого динозавра из слайма делает Руслан. Пишите в комментариях. Да, это сказка, у него есть хвост. Ребята, уже на кого-то похоже получается. А также не забывайте писать в комментариях, кто это, как вы думаете, кто у меня получится. Ты, Руслан, вообще прикольно у тебя получается. Ну а я пока прихожу к голове. Ребята, уже на кого-то становится похожей. Наверное, вы сейчас уже сидите и пишите в комментариях, что это какой-нибудь диплодок, там бракеозавр. Но вы ошиблись, это никакой не длинной шеи. Руслан, давай нанесем очень важный штрих, чтобы было понятно, кто это. Да, да, я как раз и хотел это сделать. И глазик. Мне сейчас очень нравится, как получается полу воробей, полу яшерица какая-то. Руслан, а для того, чтобы ребята поняли, кого же ты делаешь, нужно просто добавить финальный штрих. Я сейчас финальный штрих не буду делать, сейчас я еще кое-что добавлю, а потом уже сделаю. А теперь в финальный штрих. Обалденный динозаврик из слайма получился. Руслан, я даже не ожидал, что такой хороший результат будет. Да, я тоже думаю, что он хуже получится, а он так красиво вышел, нормальненький. Ну а если вы до сих пор не догадались, кто это? Раз, два, три, я делаю. Хоть я динозаврик из слайма, но я очень игривый и дружелюбный, поэтому люблю играть с любыми друзьями. Кто не знает, анкилозавр это растительноядный динозавр, жил в меловом периоде 65 миллионов лет назад. Примерно он был вот такой. Сейчас вы видите картинку, а на самом деле он был как носорог-сломенок. Ну, маленький сломенок там. Самое интересное, что до сих пор не нашли целые останки этого динозавра. А вот эта колоколька, которую я сам последний раз сделала, чтобы защищаться. Он как треснет, сразу улетит. Ну, надеюсь, вам понравился этот мой динозавр из слайма. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Супер Руслан Миллионер. Всем пока-пока. До скорых встреч.